Здравствуйте! Сегодня расскажу вам про пневмоударник среднего давления. Модель называется Сир-110К. Это разновидность пневмоударников Сир-110, но с определенными изменениями. Вообще пневмоударники Сир-110, они давно уже хорошо зарекомендовали себя в России. Пришли они на смену российским пневмоударникам типа П-110 несколько лет назад и доказали свою эффективность при бурении крепких пород за счет более утяжеленного поршня и более сильного удара. Вместе с этим обычные пневмоударники Сир-110 имели ряд недостатков. Самым главным недостатком было то, что это пневмоударники золотникового типа. То есть для переключения воздушных потоков у них имелся золотник. Это такая шайба, если помните, которая колеблется в процессе бурения и перепускает воздушный поток с нижней камеры на верхнюю камеру. Таким образом, частота пневмоударников Сир-110 была достаточно маленькая и производительность также оставляла желать лучшего. Хотя, еще раз повторюсь, по крепким породам они работали хорошо. И вот на смену им пришел пневмоударник Сир-110К. Это пневмоударник среднего давления. Он хорошо работает от 10 бар и выше. Самое главное различие между обычным Сир-110 и пневмоударником среднего давления Сир-110К является то, что это беззолотниковая конструкция. В этом пневмоударнике нет золотника, а воздушный цикл и воздушные потоки в нем перепускаются как на пневмоударниках высокого давления за счет отверстий во внутреннем цилиндре и формы поршня. Также можно обратить внимание, что поршень здесь стал больше, тяжелее по сравнению с пневмоударником Сир-110. Из гораздо меньшего количества частей он состоит. При этом у него есть хороший обратный клапан металлический с мощной пружиной. Вообще, конструкция этого пневмоударника повторяет конструкцию некоторых пневмоударников высокого давления. Поршень также похож на поршня пневмоударника высокого давления. И отличительной особенностью этого пневмоударника является более высокая частота по сравнению с обычным пневмоударником Сир-110. Также характеризует его повышенная надежность. В нем меньшее количество частей. В частности, в нем отсутствуют проставочные полиуретановые втулки. То есть, нечему изнашиваться и в процессе бурения он не теряет свою ударную мощность. Что еще можно ответить, что к этому пневмоударнику подходят обычные коронки с хвостовиком Сир-110. И его эффективность во время бурения значительно выше. У него выше частота при той же силе удара. Таким образом, он очень эффективно работает как по породам средней крепости, так и по крепким породам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok